общий сбор я вас всех собрал для того чтобы сделать объявление сегодня я даю каждому из вас награду кто будет готов поработать на меня любой кто принесет больше всего ресурсов тот и получит самую большую награду и так начали доброго времени суток друзья сегодня вы увидите достаточно необычный но очень интересный ролик ведь в нем я закажу себе личного фермера за 100 500 и 1000 рублей думаю такой формат вам должен быть интересен если это так то я увижу это по вашей активности в виде лайков и комментариев ну и про подписку тоже не будем забывать было бы очень интересно почитать ваше мнение под роликом чья же фирма по вашему мнению оказалось более интересной и более оригинальной ну а теперь не отниму вас больше ни секунды времени а лишь пожелаю вам приятного просмотра друзья ой 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 а что это такое и я появился в зиме какой-то жулик тут местный бегает здравствуйте привет привет я побегу не трогай меня так ну и первым делом зайдя на блатраст я бы наверное открыл ежедневочку зайдем в наемники есть такое дело у меня кстати на этот вайп есть очень очень интересная идея все же знают как я раньше фанател от фирм но строить их довольно муторно и долго поэтому я хочу в этом вайпе провести небольшой эксперимент попросить своих друзей и знакомых за определенные суммы возвести мне фирмы причем у каждого будут разные задачи я вот тут присмотрел озеро такое интересное я думаю там было по идеальное место блин в этой зиме достаточно холодно надо поскорее выбираться отсюда на то я так долго не протянул главное чтобы внезапно сейчас ночь не наступила на то мне точно каранты я вижу костер похоже какой-то местный абориген здесь тоже замерзал я решил погореться нет почему бы не воспользоваться правильно куртку оставил здесь я заберу а он тут лес валит где-то неподалеку но надо согреться и поскорее валить ноги я так понимаю это синтезированный камешек да 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 с него падает сразу плавленный металл сделаем юоки и уже какое-никакое оружие он топает ты чё не надо так подкрадываться если что давай давай пожалуй только выстрели гребаный йога да что с тобой не так так трудно было выстрелить что ли я заспавнился прямо где нужно но меня это срок не радует вы посмотрите на это и прямо тут идет строительство на ферму если что мои работники тут вряд ли смогут возвести а ну а куда это ведет ну да да а может я встану нет друзья многие у меня спрашивают откуда у меня такие скин щеки в расти и эта информация специально для тех людей есть очень крутой сайт gg rust за диана сайт мы видим очень много интересных контейнеров но перед тем как их открывать я бы вам лично порекомендовал заглянуть в барабан бонусов ведь здесь вы можете получить халявный бонус при пополнении на баланс и помимо этого при вводе моего личного промокода slipper вы получаете бонус в виде 11 процентов к пополнению ну а теперь я думаю можно перейти и к самим кейсиком вот меня например заинтересовал кейс огненный но слушайте это неплохой окуп думаю можно попробовать открыть и еще контейнер например диска ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой стой-стой нифига себе вот это неплохо так навалило на сайте также присутствуют другие режимы например апгрейт где ты выбираешь скин из своего инвентаря а также скин который хочешь получить и самое крутое что процентный успех зависит только от тебя и помимо этого на сайте также присутствует режим контракт запихиваю много ненужных скинчиков и получи один но крутой скин все максимально просто и максимально прозрачная ведь на сайте есть проверка на честность probable fair где ты сам можешь убедиться в честности сайта заходи и забирай свой скин я зато опять тут появился да ладно не ну тут я ничего не сделаю бегая огромное количество времени по карте привлекательного места для строительства фермы я так и не нашел и решил эти хлопоты оставить для ребят но сам принялся добывать первоначальные ресурсы для постройки кибитки печка большая слушая я прямо здесь метальчик наплавлю как-никак металлические двери нам нужны не знаю я по моему похож на психа но я хочу поселиться на этом районе с учетом что тут каждую минуту наверное бахают какие-нибудь фермочки дома но ничего попробуем выжить на этом районе и не из такого выбирались но вот о чем я и говорю тут коптер ничейный который скоро сгниет кстати ну что я могу сказать райончиков прям неплохой ну чувствую я уже подсунулся ду как-то не к добру что ли это он случайно не дома расстреливать чтобы я не смухапнуться ай даже так не на райончике что надо выбрал по-любому без вариантов давай да твою налево подождите этот мне нравится подождите так бы она как бы да а так как бы да но если пиво поближе да блин там еще вот эти огоньки были я бы не смог поднять по пяточку но шанс был хороший надо по новой бежать я понимаю что могу следующим стать на выселение но мне терять нечего то понимаю понимаю вертолет спасибо блин я вот думаю домик у меня стоит еще неизвестно сколько он простоит может быть позвонить нашему первому кандидату и предложить ему построить фирму я бы наверное самую простенькую заказал бы у моего постоянного тиммейта соды алё здорово сорт сорт короче тут такое дело я сейчас записываю ролик и заказываю людей не с алиэкспресса суть ролика я заказываю фермера за 100 за 500 и за 1000 рублей я бы хотя бы тебе предложить поучаствовать как бы я тебе предлагаю построить самую простенькую фантазии твой не ограничиваю строишь какую хочешь хоть чайную хоть лошадину хоть тканевую я тебе в этом не ограничиваю просто рассчитываю на этот бюджет чтобы там ничего такого глобального значит там за эту сумму не убивался я сейчас на сервере была trust green так что можно заходить самую дешевенькую я ферму заказал я бы теперь наверное заказал подороже средненькую у меня есть кандидатку и какой а наверное самую топовую я закажу попозже двух ферм я пока хватит алё здорово паш да здорово ну шо готов участвовать в строительстве ферме так это шо уже готов предлагаю тебе построить среднюю ферму с бюджетом ну 500 рублей все понял давай тоже спасибо давай ну слушайте две фермы я уже заказал в принципе я думаю паша он должен хорошую ферму построить потому что как-никак он у себя на канале очень большие фермы строит я думаю тут он построить что-нибудь интересненькое кстати кому интересно ссылочку на пашу я оставлю в описании ну что две фермы я себе заказал не знаю что за того получится но пока побегаю и немножечко по формулю ну или попробую выбить ган ого туда же что-то осталось кстати стремянку я пожалуй на изучение ставлю ревик опана ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй мистер томпсон ну такое я бы подсевил а что кому тут под моим домом надо что это тут ой сань зашли дискорд первый верстак спасибо смешные блин спасибо за еще один томик ребят дятел вуди реально дятел где-то гвоздомет должен быть еще но я его как-то найти не могу ну и ладно ну что пойдем попробуем один мув провернем тут двушка было нормально бобовка есть бурые карты но слушайте неплохо я доволен целом гаражка открыта подождите я же могу ее снять по идее готово ну что можно наверно теперь выйти пофармить немножечко я выдумаю может быть сделать еще дополнительный выход задней стороны дома есть такое дело домик хоть как-то уже укреплен кстати а он гниет а он зарейжен я уже хотел фармить на этот домик и рейдить тут второй верстак я могу выдолбить шкаф и забрать себе второй верстак а ну-ка тут даже кости были ну и самое главное верстачок мяско заберем забрал верстак спасибо что я делаю тебя щас наказывать буду а это другой кентик эмма лорецко кстати плюс берданка я надеюсь мы верстак не залутали это что еще а это опять мг этот давай а их спину забрали да ну вы и бесячьи кентики ну да второй верстак они всосали да 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 вы с этого дома ребята хорошо вы еще и ровкемперы да ты что вы просто золотце ну да на крыше на крыше сидят ну это замечательно это прекрасно это великолепно они даже с этого расстояния сидят и стреляют своей вышкой ну ладно время придет как говорится только как они меня увидели на таком расстоянии это вопрос тут прогрузки уже нет я вот думаю может быть сходить на аэропорт главное добежать до туда ну какие-то ящики есть меня это радует я надеюсь то что основной лут не залутан не ну если есть армейский причем с аккумулятором большим то я думаю мне повезло ну да я ботов слышу значит лут на месте ага о кстати тут все для фермы прям и что ни одного армейского ящика но два штуки это очень слабо не ну прям разочаровало а что может отсюда прям на космодром рванем хотя блин у меня хилый патрон не хватит не вариант там же теперь ботов этих миллион спустя немного времени мне подзвонил Паша Пафос и сообщил что ферма уже началась строиться и я решил немного понаблюдать за процессом так пойдем покажу в общем какую ферму мы еще будем делать мой тиммейт там пока заходит на сервачок там кушает не знаю ну в общем готовится я вот здесь накидал уже такую основу небольшую вау топчик да вот здесь вот у нас будут стоять насосики качать сейчас мы это все в камень апнем быстренько под фармем ресурсов и пойдем уже собирать семечки чтобы это все засаживать вообще везде топчик ну да но она будет одноэтажная но вот такая вот вроде более-менее нормальная большая хватит такую просто если делать второй этаж оно будет не так как я в голове задум мне нравится все огонь тогда давайте тогда меня сейчас зайдет тиммейт я позову будешь идти тут наблюдать за строительством дальше так ну наша ферма за 500 рублей уже началась потихоньку возводиться меня это радует блин а может в метро спуститься на одну станцию сейчас только ткани поблизости пособираю а то у меня хила вообще нет ну на 100 тканей я не разгуляюсь но на одну станцию точно хватит у меня 8 стрел нет хила надо быть осторожным твое налево вагонетка иди человек на место золотой черепок отлично ну а где человек который сюда приехал это какой-то бред ну не может он испариться ну как подлутав немного компонентов в метро по возвращению домой я решил попробовать купить третий верстак в чате и на удивление это даже у меня получилось о третий верстак возможно сейчас куплю но неужели я сейчас могу крафтить нормальное оружие на базу не ну так то игра точно повеселее пойдет а теперь я бы вышел на плотенький плотенький фарм потому что берданку теперь потерять не жалко она изучна и верстак стоит если что можем крафтить и вот пока я бежал на своем коне на плотный фарм мне позвонил сода и сообщил что ферма за 100 рублей уже готова и я отправился посмотреть на нее алло да здравствуйте здравствуйте ну я построил ферму построил ну ты сказал что надо эконом строить да ну я сказал сам рассчитываю я вот тебе предлагаю эту сумму ты за нее можешь строить все что хочешь ну я построил короче а можешь палочку дать нас 100 рублей подтянем ну давай с палочку без кд можешь да давай ага вот нашел короче но я не не заморачивался там где ты столько всего повыбивал я пока бегал у меня ничего нет откуда подожди ну а где вот это подожди где тут вход ну ты что не видишь это защита от антирейдеров подожди тут все профессионально настроено видишь все поливается не вообще вопросов нет ферма есть ферма если хотел создать четвертую короче я купил за только что лестница хотел создать четвертую надо крысе не влезать из-за вот этих штук не вообще вопросов нет нет вопросов кукуруза растет силит за 100 рублей более чем могу еще дом в подачу взять и все игры я все сливаю а дом в придачу может чем понадобится подожди я тут точно ферму на заказ заказала а не фармилу не ну респект респект вообще за эту сумму лучше не придумаешь я почему-то был уверен у меня такое предположение было что ты построишь конскую ферму я думал к рус тори мы с тобой привыкли не конскую ферму я думал но я побегу вообще не передумал не ну слушай это полноценная заготовка под ферму самое главное что ты блин за это время развился изучился это круто реально ладно сот спасибо пойду тогда заказик еще один возьму давай спасибо не ну за 100 рублей это ну это реально полноценная ферма с учетом что он воду таскал вот в эту бочку вообще респект мне кукуруза хотя бы особо не нужна но интересно было что вообще люди построят кстати построил дом как у меня не респект реально у меня теперь есть кукурузная ферма которая засажена и растет после того как мне торжественно вручили ферму за 100 рублей а ферма средних размеров уже вовсю строилась я решил обратиться за помощью к настоящему гуру в этом деле для реализации третьей и самой дорогой фермы думаю данный человек не нуждается в представлении ведь вы так все его прекрасно знаете здравствуйте дарья я к вам с выгодным предложением так я слушаю хочу чтобы вы показали мне мастер-класс строительства ферм ноу-лимит оказалось что Даня Сачелька уже вовсю играл на этом сервере и был уже неплохо развит и предложил мне альтернативное решение моей задачи а я был не против ведь проявление креатива это всегда хорошо Евгений ты на месте это ты летишь да да только аккурат типа во слышишь я понял Евгений здравствуйте добрый вечер взрывай профессионального фермера вот это сервис я понимаю залазьте покажу вам сейчас кое-что а ну ты веришь что нам хватит у меня 4 сишки 7 ракет да ты должен быть уверен ты мне эту идею приложил тоже верно ну что пора разматывать зачем строить когда можно зародить правильно Евгений без вариантов смотри сколько они ее строили там наверное все засажено ген крутой вот это я понимаю профессионализм зато быстро ну правда рискованно но это уже другой момент это да а я так понимаю вот от этой фермы вот этот дом это хозяева да да и они в онлайне да ну были в онлайне тут сейчас справа кстати стенок нет и сразу там на тебя турель будет смотреть я знаю мы будем ее взорвать конечно мы же не пройдем из-за нее мы ее да будем там взорвать да вот эта турель и наверное дальше папам сзади дом тоже в онлайне надо побыстрее работать смотри и таргетами хорошо блин сейчас там турель смотрит будет неприятно но она не засажена ну да спокойствие а где может быть лут справа слева в металле прикрывай меня давай о второй этаж засажен полностью да хорошо ух ты ткань ой 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 что ты понимал один ящик это по-моему 6000 скраб ой и здесь так Евгений ракет больше нет слушай но у меня чуть-чуть дома есть взрыв это взрывчатого можешь скрафтишь у меня дома давай ткани забьемся и хотя бы что-то унесем давай ну тут ткань если что прям нормально на 1080 сейчас сервер этого скраба мы несем это только несем да да офигеть слушай ну пока 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 твоя ферма самая выгодная из всех оказалось давай залетай давай ну чё там так готово у нас есть на 6 дверей если что пойдем слушай у меня есть дикое желание вот эту базу сегодня зародить да я не знаю насколько это реально нет но вообще если сейчас ткань хотя бы перенести у тебя там тканечку ты понимал тысяч на тысяч на 15-20 скраба и я думаю за этот скраб можно переторговать там минимум тысячи сто серы а это 50 тысяч пороха тебе наверное надо вон ту дверь бахать наверное это последний там шкаф слышишь подожди а что вот это за проходом и давай сюда вот сюда бахай я уверен там шкаф сюда даже сочин а в натуре слышу что ты сказал шкаф ферма наш евгений конечно на наших слушай я считаю это прибыльно по факту если обменять ткань на скраб скраб на взрыв но это выгодно ну нет у них больше фермы кстати да пойдем полностью все застроим не ну а что нам тоже правильно хочется ферму конечно но я думаю оно того стоило правильно янди мне даже ящики покрасил это тоже в стоимость входит конечно сервис вот это я понимаю что мы же пошли партию слетаем обменяем ты мне даже вещи растартировал конечно блин знаешь сколько скраба получилось три четыре пять пять шестьсот ну ну нормально так это один ящик по факту ну я думаю этого скраба на первое время хватит сейчас только немножечко изучимся ракетку изучим и по верстаку третьему и вот пока я потихоньку обменивал ткань на скраб мне позвонил паша и сообщил что можно посмотреть на промежуточный этап строительства фирмы ну я незамедлительно с большим интересом в глазах отправился смотреть на эту фирму алё алё ну чё иди посмотри залетай о машина машина паша открывай догляну на эту деться вот она ля какая вот это уровень многие возможно задались вопросом зачем на ферме нужна была машина а все просто паша решил использовать ее вместо комбайна для засадки и сбора урожая все а реально засадили все да 97 нормально лучше я думал это будет дольше со стороны это казалось как-то нелепо по факту спасибо мужики туда пусть растет я наверное пойду своими делами заниматься все большое спасибо вам за то что поучаствовали проживайте лайки давайте мужики я пошел делами заниматься ну что я думаю самое время теперь продавать скраб я вот думаю может быть еще магазинчик поставить на место что-то как-то неохотно покупается у меня все пойду к ребятам в гости схожу с ником амг что у них там изменилось за это время как минимум у них появилась турель блин а сколько у меня вообще получится взрывчатки если я сейчас накравчиваюсь так ну слушайте такими темпами возможно мы сейчас полетим рейдить у тех ребят амг ну что будем выдвигаться потихоньку и заодно камешки посадим тогда сейчас расцветет и начнем бахать блин а вот как лучше наверное куда-нибудь сюда ожидаемо но по идее тут лут уже давайте вы не будете лезть блин тут еще один потолок хотя подождите и где шкаф может быть как будто потаскала честно ладно в любом случае надо докравчивать ладно у нас там камешки по идее поспели до рейдить точно хватит но неужели я здесь лута не увижу и как они в этот бункер попадают ну поехали 150 кп осталось главное чтоб там еще одна гаражка не была а то мне докрафчивать прям вообще не хочется меньше 100 кп добро пожаловать лут как я и думал еще гаражка но то что тут лута нет меня это напрягает скажите то что мне больше не нужно будет докрафчивать я больше не могу это родить где шкаф я уже гаражку вижу это еще не все у них это у них была нычка замурованная но лута тут нет вот он тут спал сюда ни входа ни выхода нет и шкафа нет где лут в итоге после того как я не нашел лута в доме и не обнаружил шкаф потенциальной нычки я решил что не остановлюсь пока не найду лут в этом доме немного расстроенный я отправился домой чтобы немного продать скрапа за порох благо со скрапом проблем у меня не было пошло дело дай дай мне сишек 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 немножечко не то меня по-моему сейчас будут бахать но да он дом проверяет сейчас будет типа кибу делать да это рейд это рейд но это читаем 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 о здорово работаем ну давай постреляй кром и в на ч ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все? Вопросов больше нет? Я думал, что-то посерьезнее будет, а это так. Пришел, побаловался. Ну что, я опять докрафтил, я опять иду сюда. Я не знаю, ну сколько можно, сколько. Я, конечно, понимаю, что он мог просто задеспавнить лут, но шкафа нет. И знаете что? Мне снова не хватило взрывчатки, ведь лута я так же не нашел, и мне ничего не оставалось, как пойти и фармить. Не, ну я все равно этих клоунов зарыжу сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашел! Погоди. Пустая. Даже спальники нычкой подписаны, но они пустые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, я теперь точно знаю, где лут. По-любому, ну, больше нельзя. Да. Это оно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужели? Неужели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спрятались. Роднулькины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На базу просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге, благодаря тому, что я все-таки смог найти нычку и неплохо так окупиться, я решил рискнуть. И пока была поздняя ночь и игроки вовсю спали, я решил попробовать зарядить тот самый огромный дом по соседству. Да, те самые ребята, у которых мы успели зарядить ферму чуть ранее. И свой рейд я решил начать с того, что неспешно начну сносить турели при помощи скоростных ракет. Да, не очень-то и удобно. Я так понимаю, турелей тут будет ой, как много. Да. Нет, там еще вроде бы есть. На каком этаже тут может быть это? Нифига себе тут уже лут. Не, ну вот теперь точно все. Так, ну провода у него идут на этот этаж. Тут у него полустенок. Надо вот эти этажи бить. Но это уже интересно. Вот это похоже на правду. Да ладно, лут что ли? Ну, по крайней мере, одна из лутовых. Интересно. Чего? Чего? Я такого никогда не видел. Да ну просто. Это было еще не все. Я никогда в таком жизни. Я не видел никогда столько в жизни. Что? Это такое? Такое. Тону просто. Как это все уносить? Слушайте, я не знаю, куда лут девать. Ходить сейчас дальше, рейдить. А смысл? Чего-то я в этом смысла мало вижу. Но вот на такой прекрасной ноте и закончилась моя очередная история выживания. Все мои соседи в итоге оказались повержены, а мои сундуки лопались от нереального количества лута. Хоть в начале пути зарядить такие дома мне казалось нереальным. Но в итоге они все же оказались повержены. Но вам хочу выразить бескрайнюю благодарность за то, что досмотрели мой ролик до конца. До скорого, друзья. Увидимся в новых роликах. Субтитры подогнал «Симон»